Особенности российской маскулинности. Для того, чтобы их понять, нам необходимо обратиться к советскому периоду истории, который от нас как будто уже отделен каким-то периодом времени, в то же время совсем недалеко. Маскулинность наших отцов, условно говоря. И надо сказать, что советский гендерный порядок обладал достаточно большой спецификой. Советское государство в большой степени было направлено на союз с женщинами, а не с мужчинами. Женщины получали много ресурсов, женщины имели возможность работать и воспитывать детей. Очень многие ресурсы приобретались по месту работы, независимо от статуса, который занимала работница. Так, предположим, даже уборчественное предприятие могла получить путевку в пионерлагерь для своего ребенка в детский садик и так далее. В этой ситуации женщины имели относительную независимость от мужчин. И положение мужчины в семье было достаточно маргинализированным. То есть он не обладал возможностью полностью определять порядок своей семьи. Взамен на это предполагалось, что мужчина служит государству, и все его мужские доблести реализуются именно на службе государства, именно в публичной сфере. И степень связи мужчин с государством, служение государства должна была быть очень высокой, она фактически романтизировалась. Мы вспомним классический советский фильм «Офицеры», здесь мы видим такой идеальный образ советского мужчины. Он воин, защитник, он благородный человек. Семья находится у него определенно не на первом плане, она как-то перемещается вслед за ним, но главное его отношение это отношение к государству. А я вот представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед, но другие богатством гордились или знатностью, а мы профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия и взводные. Когда наступили 90-е годы, и когда советский режим пришел к своему краху, гендерные правила игры очень сильно изменились. Но на самом деле корни этих изменений находились еще в поздний советский период. По мере того, как ветшала советская идеология, ветшали гендерные идеалы. Когда уже не с кем было воевать, когда время героического труда тоже закончилось, возник такой разочарованный герой, который не знает, что с собой делать. Мужчины оказались перед очень серьезным вызовом, потому что традиционные сферы их самореализации иногда просто перестали существовать. Вот так, например, одной из первых жертв экономических реформ была изначально оборонная промышленность, и традиционная мужская сфера деятельности. Очень многие мужчины оказались без работы, и они оказались вынуждены искать для себя не только новое занятие, но и новый способ утверждать свою маскулинность. Кто-то их нашел, включаясь в новые товарные и рыночные отношения, иногда даже в криминальные отношения, которые очень часто были с ними тесно связаны, неразрывно связаны. Очень многие потерпели поражение. Маскулинность, которая была на кону в это время, это была маскулинность индивидуалиста, которая находится вот на краю борьбы не столько за успех, сколько за выживание себя и своей семьи. В примере того, как экономические реформы в каком-то виде завершились, наступила стабилизация, возникли определенные экономические институты, изменились и контрамаскулинности. Теперь главной темой советской маскулинности нулевых годов было успешное участие в институтах, приносящих разного рода прибыль, реальную и символическую прибыль. Возникла корпоративная маскулинность и стала играть очень большую роль. То есть мужчины как член корпорации, который успешно передвигается со ступеньки на ступеньку. Ответственность понял? Работаем, работаем, господа! И попробуйте только мне облажаться. В России очень большую роль в определении маскулинности всегда играло государству, и последние годы роль государства становится все больше и больше, в том числе в определении гендерных отношений. И опять оказываются востребованными те формы маскулинности, которые связаны со служением государству, часто с каким-то решением каких-то военных задач, с подражанием сильному лидеру. Еще и потому, что индивидуальные мужчины все меньше и меньше имеют возможности утвердить самого себя как некого независимого субъекта. Собственно говоря, так было и в советское время. Хотя мужчины доминировали в публичной сфере, властью и ресурсами обладал не столько конкретно мужчина, сколько та социальная позиция, которую он занимал. А человека, который занимал эту позицию, всегда легко было поменять. Таким образом, маскулинность нулевых годов, это была классическая капиталистическая маскулинность, связанная с борьбой за прибыль, связанная за место в корпорации. Но корпоративная маскулинность хорошо работает во времена экономической стабильности. Во время кризисов она уже не гарантирует достижение ресурсов, достижение позиции успешного мужчины. Остается привыкать к каким-нибудь другим институтам, которые по-прежнему обладают силой и властью. Например, институтам милитаризированным. Но поскольку правила игры все время меняются, ситуация успеха не гарантирована ныне ни одному мужчине в каких обстоятельствах. Вызов приходит с обык разных сторон, и никакой институт во время кризиса, никакой социальный институт не может быть достаточно надежным для того, чтобы утвердить маскулинность даже чисто символически. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok